ПЕСНЯ Емельян Пугачёв, веря в счастье народа и силу, Наш великий земляк, адмирал Ушаков, Он победами славил Россию. Темников, темников, город старинный, Темников, темников, край соловьиный, Ты не стареешь, ты вечно молод, С детством не близок, с детством не дорог. Город мой синевою объят, Бьётся мокша в обрывистый берег, И не даром в народе о нём говорят, Трудовые дела его верят. Мы находимся в очень интересном месте. Это, я бы не сказал даже филиал музея республиканского. Это настоящий полноценный музей в Темникове, Краеведческий музей. И мы беседуем с руководителем этого музея. Представьтесь, пожалуйста. Познякова Галина Николаевна, заведующая Темниковским историком Краевским музеем имени Фёдора Фёдоровича Шакова. Наш музей один из старейших музеев Республики Мордовия и славен тем, что носит имя прославленный адмирал. И поэтому самый большой зал, самая большая коллекция экспонатов посвящены именно этому человеку. Мы находимся в этом зале. В целом музей – это более 7 тысяч единиц хранения. И музей рассказывает не только о жизни и деятельности Фёдора Фёдоровича Шакова. Музей рассказывает об истории нашего старинного города. Она не менее захватывающая, чем судьба этого прославленного человека. Музей рассказывает о наших традициях, о народах, которые здесь проживают. Зал истории нашего музея. Здесь мы рассказываем о старейшем городе Мордовии – темниками. Темников, в той истории, о которой мы говорим, это, конечно же, продукт русского освоения территории. Но надо не забывать, что темников – это флокус двух империй. И начинался темников с татарского владычества. Пришедший темник поставил крепость. И эта крепость служила интересам Золотой Орды. Ну а с расплатом Золотой Орды территория становится интересом и границей нашего тогда еще небольшого государства. Эту границу необходимо защищать, и на границе ставятся крепости. Темниковская крепость на том месте, где стоит город, появилась здесь в 1536 году. И вот отсюда начинается уже письменная и документированная история нашего города. Крепость темников служила на границе государства, защищала границу служилые люди, служилые татары, которые появились именно с Темниковым, фамилии этих родов замечательных, потом, которые проживают на этой территории. Давайте вспомним их, назовем некоторые фамилии. Да, Дашевы, Кугушевы, Яникеевы, Акчурины, Дашковы, Довлетки-Гдеевы, Терегулы. Фамилий очень много. И, в общем-то, потомки, люди отчасти проживают на этой территории. Ну а за две сотни лет существования крепости темников враги ее не брали, брали свои доморощенные разбойники, одна из которых Атаман Алена. Алена, крестьянка, из-за Свободы Арзамаса. Перед вами портрет Алены Арзамасской, Темниковской, созданной нашим замечательным мордовским скульптором Николаем Абуховым. Надо сказать, что внешность Алены неизвестна, возраст ее неясен. Вот таким образом себе представил ее известный саранский скульптор лицом. Мужественно, отчасти даже мужской, но чем-то роль досталась не женская. Алена предварительница повстанческого войска во время повстания Степана Разина на нашей территории, на территории Савемена Республики Мордовия. Со своим отрядом она приходит к Темникову, она правит Темникову порядка двух месяцев до прихода сюда регулярного войска под руководством князя воевода Юрия Долгорукого. Долгорукий идет с войском из Арзамаса, присходчиво до сражений, повстанцы терпят поражение. И когда один из отрядов, передовой отряд полковника Лихарева, подходит к Темникову, здесь случилась небольшая стычка, и повстанцы были пленены, среди которых и была Таман Алена. Переодетая мужское платье, она была пленена с предварителями таких же отрядов. После пыток стало ясно, что это женщина, бывшая монахиня, и казнь ее была отличной от тех казней, которые применялись к мужчинам, атаманам. Они были повешены, а Алену уже сожгли на главной площади, точнее, на площади крепости Темников. Казнь Алены состоялась в начале декабря 1670 года. И так ее описывали иностранные очевидцы. Они писали, что женщину измученную, лохматик, подвели к срубу, сняли с нее, когда она перекрестилась на русский лад, крикнула в толпу, если бы все так поевали, как я, то князь Юрина вострила бы отсюда улыжение, я веду Юрия Долгорукова. Сама вошла в этот сруб и закрыла с собой дверь. Был зачтен указ, Алену веритичку, я веду, неужедшая заживо. И приговор был приведен в исполнение. Федор Федорович Ушаков для Темникова, конечно, это большая, важная персона, потому что все годы жизни здесь он провел, конечно, не очень большой промежуток времени, с тех пор все были уверены, что Ушаков Темниковский, Ушаков Мордовский, конечно, что здесь родился. Что здесь родился, да, это очень длительная история. И не мы решили, что Ушаков родился здесь, мы следовали первым биографиям этого человека, где указывалось, что он родился в Тамбусской губернии на тот момент. Это ошибка, действительно, Ушаков Ярославский, но мы продолжаем считать его своим земляком. И вот эти последние годы жизни, которые он провел здесь, около восьми лет, это те самые годы, которые были посвящены вере и боготворению, именно те самые годы, за которые этого человека уже в наше время, на нашей памяти причислили к лику святых. Ушакова, что прижизненного портрета Ушакова нет. И задача реконструктора, профессора Михаила Михайловича Герасимова, было создать вот этот прижизненный портрет Адмирала. С этой целью сюда была организована экспедиция. Были эксгумированные останки Ушакова, было доказано его захоронение здесь. И по замечательной сохранности черепа удалось создать научную реконструкцию. Она перед вами. Профессор Герасимов, перед ним стояла достаточно сложная задача. Нужно было омолодеть этого, условно, взрослого человека. И насколько это получилось, можем судить сейчас. В сравнении с теми портретами, которые присутствуют в экспозициях наших музеев. В 2015 году на Корфу был обнаружен портрет, который на данный момент считается прижизненным портретом Фёдора Фёдоровича Ушакова. Переехав в Томбовскую губернию, Фёдор Фёдоровича Ушаков поселился недалеко от Санаксарского монстря, того монстря, который устроился трудами у родного дяди Ивана Кнатьевича Ушакова, отца Фёдора Санаксарского. Под этим именем мы знаем этого святого на данный момент. В музее хранится плита надгробная за хранение отца Фёдора Санаксарского, в которой очень кратко описана его жизнь и его вклад в восстановление этого монстря. Первонастоятель был монахом больше 40 лет, строил монастырь и написал очень строгий статк в монастыре. Отец Фёдор Санаксарский из бывших военных и вопрос совершал по военному очень строго. Став по голове монастыря, он занялся не только постройкой, он окормлял всех приходящих монастырь и поэтому абсолютно неудивительно, что он вступился за людей, которые притеснялись местным воеводом Невого. Сказав этому человеку в глаза всё, что о нём думает, назвав вором кровопитий, за это и поплатился. Девять лет на Соловках вернуться удалось спустя это время в монастырь, но жить обычным монахом в посте и молитве. Это настоящий подвиг гражданский и подвиг священника. По сути, так ведь? Мы находимся за литнографией нашего музея. Здесь мы говорим о предметах быта, о людях национальности, которые живут, проживают на нашей территории, об их традициях, замечательных, красивых традициях мордвы, русских и татар. Очень красивые одежды, всё бережно сохраняется. Мы самая лесная территория нашей республики и лес – наше главное богатство, поэтому всё, что можно увидеть здесь, всё, что можно было взять из леса, сделать из леса, всё это перед вашими глазами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В зале воинской славы мы говорим о наших защитниках Отечества. Перечислить всех невозможно, но самые кропляетные войны 20-го столетия и локальные конфликты нашего времени они здесь отображены. И нам, современникам, есть на кого ориентироваться и кем гордиться. Девять героев Советского Союза, два полных кавалера Ордена Славы, более 13 тысяч человек, ушедших на фронт отстоявших нашей зависимости. Мы находимся. Мы находимся в зале природы, в лесу, нашим замечательным, богатым, с нашим фамилистическим разнообразием. Лес – наше главное богатство, о чем мы всегда говорим. И это богатство перед вами. В концентрированном виде, можно сказать. Логическая коллекция нашего музея уникальная коллекция для всего региона, не только нашего музея. Она собиралась несколько лет сотрудникам заповедника и была подарена музею и теперь представлена постоянная экспозиция. Мы продолжаем претендовать на звание культурной столицы региона. И прежде всего потому, что здесь живет и работает один из старейших коллективов России – Оркестр русских народных инструментов, на данный момент носящий имя своего основателя Нида Ванчевуева. Хочется немножко... Как Ленин попал сюда? Такой величественный? На площади ведь тоже есть у вас, на центральной? А это памятник с площади Городской, которая находилась здесь, по улице Коммунистической. Это центр города общественный, и таким он оставался до создания и постройки административного здания современного. Как только общественный центр города переместился в южную часть современного города, площадь... Но площадь у вас одна из самых больших. Мне кажется, можно мерить или Красная площадь по территории... Красную мы уступаем. Либо Пекину это самое там. Красную мы уступаем, но тем не менее. Площадь наша замечательно преображенная. Памятник Ленин на площади современной появился в 83-м году, а первый памятник города Темниково, поставленный на постамент в 1037-м году, оказался в музее, поскольку является объектом культурного наследия. Время точного, оно бежит просто как вода. Неумолимо. Я так понял, что вы Темниковка от мозга костей здесь рождены, здесь ваши родители. Вот раскройте уж, пожалуйста, что характерно именно для темниковцев? Какие они? Что за народ? Да, действительно, Темников моя родина. Здесь родились мои родители, здесь родились мои бабушка, дедушка. И если говорить о горожанах, то они прежде всего горожане. Вот они такие. Какие бы маленькие сейчас ни были, с небольшим количеством населения, но мы горожане продолжаем себя считать таковыми. В силу того, что получаем достаточно высокое уровень образования, имеем возможность наслаждаться наследием наших предшественников, культурным наследием, историческим наследием, гордиться этим и называть себя гордым и умным горожанем. Музей живет в этом здании с 1979 года. Здание имеет статус объекта культурного наследия и напрямую связан с Федором Федоровичем Ушаковым. Именно здесь, в этом здании, на его средства функционировал госпиталь для больных солдат в период Отечественной войны 1812 года. Ну, а мы живем и будем продолжать жить и воспитывать новое, растающее поколение на примере жизни замечательных земляков. И зажигать... Словом, конечно. Зажигать сердца словом. Да, обязательно. А мы будем рассказывать о Темниках и, в первую очередь, конечно, о вашем музее. Замечательном, красивом, гостеприимном, чтобы туристов было как можно больше. Спасибо. Девушки отдыхают Кто с самых первых дней незримо рядом был Кто рядом с нами шел и те, кто не предал Когда нам было трудно, кто плечо нам подставлял Давайте вспомним тех, кого сегодня нет Кто, уходя от нас, оставил в сердце яркий свет Того, кто нас забыл и тех, кто любит нас Давайте вспомним всех сегодня и сейчас Помню, 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 помню Давайте никого не будем забывать И с памяти своих любимых не терять Сквозь время и года и смерти вопреки Они живут во мне, со мной всегда они Давайте вспомним тех, кого сегодня нет Кто, уходя от нас, оставил в сердце яркий свет Того, кто нас забыл и тех, кто любит нас Давайте вспомним всех сегодня и сейчас Помню, 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 помню Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok